доброе утро всем я же прическу навела вот потому что я утром стою с такой прической что как это я валялась и навали тормозила головой что-то в этом роде сейчас кофейку сделаю ну кофейку кофейный напиток и гранаду погулять точнее на воду гранаде находится торговый центр мне нужна тушь туши все высохли я уже их разбавляю каплями для глаз но уже нет уже все я присмотрела одну в сепфор сепфора так по-моему называется и вот хочу посмотреть заодно прогуляться потому что мне здесь по понедельникам как бы уже надо гидает одно и то же хочется что-то чего-то разного холодно на улице утром у нас 11 10 градусов я просыпаюсь и потом за два-три часа поднимается температура до 18 20 представляете в общем да вот такие вот у нас планы поехать сначала естественно с чарли гулять смотрите как у меня лук вырос лук растет в общем да пока пойду покрашусь накрашусь в чарли галам погулять чарли накрашусь оденусь и вперед мой лук и красные ботинки красная сумка знаю что не модно носить ботинки с обувь с сумкой но и вообще девушка как это со своим вкусом что мне нравится что я надеваю и все я себе очень сегодня травлюсь что может быть важнее этого ничего правильно когда мы встаем с утра смотрим зеркало и нравимся себе у нас повышается настроение и никто его уже не может испортить никакие там посторонние люди которых вообще не ставить или наоборот знаете нет которых люди которых узнает не мы не скажут в общем я себе сегодня еду в неваду а еще не каждый раз как снимаю смотрю записалось ли это или нет хотя знаете не камеры какая-то напротив воскресенья то есть я прошу вот этот второй раз случилось что нам не я не знаю снимал она куда-то что-то делась наверное карточка все-таки читала в комментариях ваших пишите кстати я их читаю и прислушиваюсь может быть куплю себе новую карточку но очень интересно потому что всего лишь по воскресеньям такое происходит представляете не не в какой-то другой день только воскресенье как так на машину не очень вчера пары попали попала не дали за не дали все нормально чем едем все друзья я прибыла недалеко парковалась здесь вот вход почему здесь два входа почему-то у этого входа всегда меньше машин я это уже на обратила внимание на это в общем пойду я зыр зыр зыринг проводить скажем так так я пойду сначала посмотрю зачем я приехала за тушью я не помню где зипфора находится по моему втором этаже я не ошибаюсь потом в примарк зайду как же без него то зару не пойду может пойду фиг вы знаете я не хотела здесь шататься долго и к обеду хотела подъехать домой время у нас сейчас полодиннадцатого за полчаса доехал ну надо же поехали на лифте на прозрачен как пахнет вкусно из магазина алькот ой как пахнет вкусно в общем сейчас поеду на лифте вон он откуда-то едете сверху и все она она вниз знаете что это вонючка сделала но какая-то смешная взяла нажала на минус один и вышла из лифта как так зачем совсем дурочка не главное смотрит на меня и выходит я тут уже было и вот так с наглами рожей вот так вот нажимать на минус один и выходит ну ладно бывает приобрела тушь зефори потом вам дома покажу какая пойду вниз да когда ничего не надо ничего не хочется не знаешь куда бежать и что смотреть у нас была карнавальная неделя вы смотрите для собак чу поющий чуток и не придумают 8 евро но я уже я представляю чарли своего в этом и и и умру от смеха вы представляете моего чарли в этом вот в этом например а рядом детские карнавальные костюмы представляете что только нету для же даже для собак это примарк костюм а это тоже наверное карнавальный величок или пижамы фиг вы знаете вот юбки за 10 евро были 18 хочу может быть платишка какой-нибудь найду я вот на я на них подписанного instagram них там идет реклама платежки неплохие были только вот идея не вот смотрите 7 евро свитер довольно таки неплохой но свитера уже если только на следующий год в этом году уже все это я так где платят есть время здесь теряюсь и постоянно не нахожу ничего пойду искать в общем поход по магазинам закончился в меркатуре у меня закончили всякие вот эти средства там аммиак это в туалет и в общем да лорка ну и кое-что еще я заблудилась и не пойму где есть ой блин вышла из меркадоны а куда вышла не знаю так вот этот вход но я по-моему я у того входа при парковалась в общем да зашла видите там всяких овощей опять набрала себе очень хочется кушать но время первый час до дома дотерплю а дома у меня еды просто полный холодильник вот так что кстати масленица началась я взяла фарш чтобы сделать блинчики с фаршем мясом будет вкусно музыка так орет надеюсь что я правильно иду пойду выйду туда чтобы блин а вот так вот а 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 Музыка Я уже дома, сейчас буду кашеварить, в общем, себе буду варить вот эти вот в ночи, до потата, картофельные вареники ленивые, а мужу нут с пенатом, и яйцо ему пожарю, Таня сказала, что оно двухжелтковое, вот сейчас и проверим, ну и сосиски, купила сосиски вкусняшки, в общем, а, ну еще авокадо сделаю с анчоусами, в общем, еды много, я приехала голодная, ни о чем не могу думать, только о еде, я не я, когда голоден, реклама, по-моему, такая была, вот это совершенно верно, Так что, сейчас приготовлю, вам покажу Так, проверяем яйцо Обманула Таня или нет? А, не обманула, обалдеть! Смотрите, двойное! Ну, профессор, ну молодец, ты посмотри, посмотрел на яйцо и говорит, оно двойное, и в самом деле, о, муж-то обрадуется, скажет, это что? О, скажу, Танькины яйца, м-м-м, ну, конечно, не Танькины, но, прикиньте, давно я не видела таких яиц, у нас в деревне было много их, но здесь нет, в общем, сверху яйцо положу, это для мужа, себе вот сделала салатик, а ты что, хочешь, что нет? На, на, салатик, вот и варится, сейчас смешаю с соусом и все, и буду кушать, всем приятного аппетита! Мои покупки, вот, все, ну и меркодона, меркодона вы видели, наверное, все, носки спортивные, спортзал ходить, вот такие, чтобы не видно было, цветные, красивые, смотрите, пояс вот такой купила, вообще, в какой магазин не зайдешь, они там супер дорогие, и размера моего не было, а это в примарки зашла 5 евро всего, представляете, м-ка, и по объему мне нужно, чтобы, знаете, что у меня там на голове, чтобы и на талии было нормально, и вот чуть ниже талии с джинсами нормально было, а мне, если куплю на талии, хорошо, то для джинс, но они же остегиваются чуть ниже талии, там не сходятся, если куплю, где сходятся на джинсах, то на талии, там можно в 3 раза замотаться этим ремнем, и в общем, смотрите, вот такой сейчас, по-моему, он в тренде, в моде, я, кстати, проверила, работает ли у меня карточка, пока работает, пока все, что сняла, есть, знаете, после того, как обожжешься, воешь уже, о, воешь, дуешь на воду, вот так и у меня, что у меня на голове-то, не пойму, что, я просто лежала, отдыхала, ватные диски купила тоже в примарке, они такие, вроде бы, хорошие, и 75 копеек всего стоят, ну и, в принципе, я ездила за тушью, вот эту тушь я увидела в интернете, она мне вылазила часто, как реклама, все-таки реклама, двигатель торговли, и это действительно так, потому что вот она у меня вылазила, вылазила, я потом сама уже залезла, начала читать отзывы, начала, и, в общем, все ее хвалили, это от Рианы, Риана, вот видите, я ее не могла найти, я залезла в интернет, нашла эту тушь, спросила у продавцов, говорю, покажите мне, где она, они мне достали, показали, ну, рассказали все это, ну, я их послушала, пускай выполняет свою работу, что там она такая, иссякая, в общем, хорошая, стоит 25 евро, конечно, дороговато, там была еще другая тушь за 13 евро, топ в продаже, все дела, но я уже вот эту вот хотела уже неделю-две, и вот пока хотела-хотела, вот, та старая моя тушь уже все, она уже, когда ее сильно разбавляешь, то начинают ресницы комками ложиться, в общем, вот такая тушь, симпатичная, и у нее щеточка, сейчас вам покажу, как-нибудь идти, двухсторонняя, я вот первый раз ее, видите, не видите, на носках, она вот приплюснутая, видите, с одной стороны такая, с другой такая, я не люблю силиконовые кисточки, сейчас я ее закрою, пахнет, пахнет, как обычная дешевая тушь, пахнет, как обычная дешевая тушь, кстати, я там замесила блинчики, сейчас пойду нажарю блинчиков, и потом сделаю фарш, на завтра у меня будут блинчики с фаршем, в общем, завтра покрашусь, посмотрю, мне в первые дни тушь никогда не нравится, какая бы она ни была, дорогая, дешевая, там, я не знаю, она мне кажется все равно жидкая, а потом вот где-то через недельку, то да, уже начинается вот эффект проглядывать, вот, кто, если пользовался такой тушью, пишите в комментариях, как она вам, может быть, у вас что-то там, какие-то другие изменения, блин, ну как так, распаковывая, доставая носки вот отсюда, порезаться бумагой, как так, а, вот тут, лимизинец, вообще бред, ну что, все готово для блинчиков, буду на двух ковородках, там быстрее, кстати, блинчики мои офигенные, на кефире, кипятке, рецепт есть на канале, в плейлисте рецепты, но если не забуду, оставлю вам внизу, в инфобоксе, ссылочку, буду делать не сладкие, потому что их чинить буду, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Результат моих стараний Все, осталось сделать фарш, и все готово, а я сейчас пойду вешать белье, а потом гулять с Чарли Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я готовлю начинку для блинчиков, все нормальные люди сначала обжаривают фарш, я сначала обжариваю лук, потому что я не люблю такой вареный лук, а мне кажется, когда обжариваешь сначала фарш, то лук потом не обжаривается, а варится именно Потом я добавлю капусту, мне кажется, что так будет намного сочнее и блинчики будут намного вкуснее, мне так кажется Как вы делаете такую вот начинку из мяса, может как-то по-другому? Я, если честно, не лад... Я вообще не помню, вообще я делала когда в жизни блинчики с мясом, если честно, вообще не помню, мне кажется, я никогда в жизни не делала Ну, так как мне кажется, что я готовлю неплохо и логика присутствует, так что будет очень вкусно Даже если этой начинки останется очень много, потом ее можно спокойно использовать для макарон по-флотски Так что вот сейчас немного обжарю лук, чтобы прям вот так начинал золотиться Добавлю капусту и буду тут тушить буквально даже до готовности, да, капусты? Ну, нет, не до готовности, потому что все-таки мясо там тоже потом должно жариться В общем, вот так вот, походу все покажу У меня сел батарейка, но я фарш добавила минуты две назад И он уже вот практически, смотрите, готов Ну, не готов, конечно, минут пять, наверное, ему еще Вот, но быстро фарш готовится Вот буду, я добавила специи, соль не добавила Сейчас добавлю соль и будет вкусняшка Еще вот пляшек, или добавила соль, не помню Не помню, но потом попробую Вот такая начинка получилась, очень вкусная Я попробовала чуть-чуть, потому что я не помню, добавила соль или не добавила Вот, и сейчас буду заворачивать блинчики Попробую горячим, если не получится, то придется подождать Время уже позднее, поэтому, блин, хотелось бы уже завернуть такими Вот такая красота получилась Вот, и главное, вкуснота Начинка, естественно, осталась Так что ждите скоро, макароны по-флотски Блинчики, так как они дырявые, смотрите, видите То мясо просто оттуда рвется и вылазит Такие вот у меня ажурные дырявые блинчики Вот Ну, главное, что они вкусные Иначе не должно быть Так что вот так вот, я все уже сделала, все успела Пойду монтировать и отдыхать С вами встретимся завтра Всего самого лучшего Всем пока-пока